Музыка Вы на канале лаборатория автомобильной диагностики Привет ребята! С ужасом узнал статистические данные Причем это официальные статистические данные 45% комплектующих при производстве отечественных автомобилей Это и легковые машины, это и грузовики И импортного, ребята, производства Представляете? Это официальная статистика А есть еще неофициальная статистика Что это такое, да? Это запчасти, которые сюда приходят Ну, например, просто ради примера приведу пример такой Приходят отдельно поршень, отдельно кольца и отдельно палец Есть компании, СП, которые это все собирают Ставят поршневые кольца на поршень Ставят палец туда и обзывают своим изделием И вот такие изделия поставляются на конвейер Которые считаются уже нашим производителем Но на самом деле это импортный производитель Отсюда вывод 45% официальная статистика Это мало, скорее всего она гораздо больше Процентов 60-70 Происходит замещение импортными комплектующими При производстве наших отечественных автомобилей Представляете себе ужас? И сейчас я вам покажу, почему этот ужас для нас не рентабелен Что лишит в основе любого производства? Себестоимость Дальше идет прибыль Дальше идет налог И дальше идет НДС Вот это лежит в основе любого производства Добавляется у нас, когда вот эти комплектующие приходят из-за границы Плюс пошлина Стоимость пошлины, да? Плюс стоимость перевозки И все это, ребята Приравнивается к эквиваленту либо доллара, либо евро Соответственно, в основе платежей лежит курс Почему, собственно, невыгодно покупать? Да, потому что у нас курс очень большой Доллар вырос, а рубль упал Что происходит на нашем производстве? Сборка Это та же себестоимость Плюс прибыль Плюс налог Плюс НДС Ну и казалось бы, здесь все хорошо, да? Себестоимость и сборка Это зарплата рабочих Там оплата коммуналки и так далее И тому подобное Это затраты на средства производства Прибыль Это то, что завод оставляет у себя Налог на прибыль Это то, что уходит государству И НДС, собственно говоря, это то, что уходит государству Но, поскольку мы вынуждены это покупать по валютному курсу То конечный итог Стоимость продукта, да? Назовем его X Он всегда зависит от курса доллара или евро И он всегда вынужден дорожать В зависимости от этого То есть, таким образом Мы В общем-то Прикручены К Евросоюзу В том числе и запасными частями Купив эти машины Мы неизбежно, ремонтируя их Будем платить деньги В виде евро или долларов В европейские страны Поддерживая тем самым экономику европейских стран Чем плохо покупать такие машины? У нас цены на перевозки не растут А курс доллара постоянно растет Соответственно, заработок наш по перевозкам Прибыль, да? Она систематически снижается Это раз Запчасти дорогие Это два Отсутствие Запчастей Это три То есть, вы попадаете в простой По ремонту А это те же деньги Простой автомобиль В Москве Стоит приблизительно 10 тысяч Рублей Считайте, это недополученная прибыль Поэтому Сборка Вот таких автомобилей На импортных комплектующих Она для нашей Страны Совершенно Экономически Невыгодна Получается, что вы своим трудом Кормите экономики Западных стран Видел однажды ролик В YouTube Где топ-менеджер Показывал новый автомобиль Только что собранный По-моему, это был Ивека Самосвал Причем собирается Это Ивека у нас На автомобильном заводе По-моему, даже в Миасе Сейчас врать не буду Не помню Но, по-моему, так Вот И этот менеджер ходил У него слюньки текут Показывал эту машину И говорил, что это Очень хороший автомобиль Слушайте Вот Лично я делю менеджеров На три группы Википедики Это те менеджеры Которые знания получают Из Википедии Для чего создана была Википедия Для вот таких вот Менеджеров Помните, как Шлёцер Писал историю Руси Вот приблизительно Для этого и создана Википедия Вторая категория Это европеды Которые За европейский фантик С европейским названием Продадут душу Да и не только душу А всё и остальное Ну и третья группа менеджеров Это специалисты Они нормальные Их много В общем-то За что им большой рахмат Ну и вот эти самые Википедики С европедами Они молятся только Одному богу Зелёному фантику И ради этого Они готовы На всё что угодно Почему у нас Преобладают Импортные комплектующие В автомобилях Как в легковых Так и в грузовых Давайте вернёмся На десятилетие назад Отмотаем Кучу лет назад И посмотрим Помните Разрушили Советский Союз И Социалистическую систему Мировую Для чего Это было сделано Капиталистическая система Имеет тупиковый Путь развития Который называется Перепроизводством Кризис перепроизводства На пальцах Могу объяснить На примере Вот Производство Такого изделия Ну представьте себе Да Кто Родился в деревне Воспитывался Тот видел наверное Быков С кольцом В носу Представьте себе На западе Существует несколько заводов Которые выпускают Вот это самое кольцо Да И все Жители Там Евросоюза Раскупают эти кольца У всех эти кольца Есть в носу Они уже ходят Довольные Счастливые У кого-то кольцо с колокольчиком У кого-то золотое кольцо У кого-то серебряное У кого-то кольцо с GPS датчиком В общем У них у всех эти кольца есть В Евросоюзе И продавать Больше эти кольца некому Но не закрывать же завод Да Он работает кучу лет Там Больше ста лет А это уже даже не завод Это объединение заводов Которые выпускают это кольцо Что делается в этом случае В этом случае делается следующее Осваиваются рынки других стран А как залезть на рынок другой страны Если она его защищает Да нужно сломать эту страну Вот именно для этого В свое время сломали И предали СССР Разломали И собственно говоря С падением СССР Пали страны Сослистического лагеря И капиталистическая система Получила еще свое существование На каких-то 20-30 лет И вот эти самые кольца для носа Поплыли В Российскую Федерацию И в бывшие страны соцлагеря И теперь у нас у всех тоже есть Это самое кольцо в носу И теперь настал, ребята Очередной кризис перепроизводства Посмотрим, что будет дальше Ну и вот эти самые европеды С википедиками пишут мне в Ютубе Ну а вы знаете о том, что Автомобильное производство Это сборочный конвейер И кооперация идет между всеми странами Нет, ребят, я не знаю Я дурачок Это действительно сборочное предприятие Которое собирает Из разных комплектующих автомобилей Но вопрос в том А нафига нам Комплектующие из зарубежных стран Я сейчас не говорю про качество Да, я сейчас говорю про развитие экономики Соответственно, когда экономика развивается Качество тоже поднимается Так вот А нафига нам Кормить зарубежные страны Для чего? Ну и отсюда неоднозначный вывод Да, вот эти самые европеды С википедиками Заботятся прежде всего Об экономике Европейского Союза Но никак не о нашей экономике И кормим мы Своим трудом Своим потом Кормим мы Эти экономики Эти стран Если бы мы этого не сделали Они бы давным-давно Барухнули сами по себе Потому что у них Кризис перепроизводства Начался еще в 80-х годах И они про это благополучно знали Поэтому Залезли в нашу страну Поэтому Залезли в бывший Социалистический лагерь Ну и что самое интересное Да Для того, чтобы Вот эти страны Случайно Не подняли свое производство Производство Разоряется Все заводы Прекращают работать В общем-то Специалисты увольняются А чтоб Не дай бог Не возникла Сдуру конкуренция Уничтожается Образование В этих странах Что у нас происходит Поступенчато Да Посмотрите Заводы Фабрики Сколько уничтожено Что сейчас происходит С образованием Да у нас сейчас Из учебных заведений Выходят люди Угадавшие ЕГЭ Представляете Еще 10 Или 15 лет Такой жизни И мы уже не сможем Запустить свою экономику По одной простой причине У нас не будет Своих специалистов У нас не будет Своей инженерной школы Что сделал Сталин Прежде всего Когда Стал поднимать страну Он стал заниматься Качественным обучением Профессиональным Стал образовывать Какие-то рабочие школы Вузы И так далее Растит специалистов А дальше уже У нас происходила Индустриализация В стране Помните Такую поговорку Сталин принял страну С Сахой А оставил С ядерной бомбой Ну так ведь это правда А что сделали Эти википедики С европедами Они приняли страну С ядерной бомбой А оставили С Сахой Ну практически Еще не оставили Да Но я думаю Скоро оставят Поэтому Те Люди Которые пишут Там в ютубе Ой вы посмотрите КамАЗ молодец Сделает новые машины Слушайте Вот я уже Объяснил Да Чем это плохо Если вы этого Не понимаете Значит Вы либо Не живете в России Либо специально Этого не понимаете Защищая Интересы этих людей Которые перегоняют Наши кровно Для того Чтобы подсвечивать Угол поворота руля Ну представьте себе Машина едет назад Водитель смотрит Зеркала заднего вида Ему не до того Что там Под бампером Светится И в какую сторону Это светится Потому что водитель Пытается понять В какую сторону Нужно складывать прицеп И в этот момент Под бампером Светится Противотуманки Обозначая Сторону поворота руля Слушайте А для кого они это делают Для тупиков Которые рядом находятся И которые полуслепые Которые не видят В какую сторону машина едет Для этого что ли Вот Поэтому Вот После выставки Которая проходила Где производитель Представлял новый автомобиль В котором были установлены Спандеры Беговая дорожка Я уже ничему не удивляюсь Осталось положить туда Пару резиновых женщин На любой вкус И тогда уже Будет действительно Все по европейски Ну а на сегодня все Всего доброго Спасибо за внимание